Благодаря сертификатам на жилые помещения, дети-сироты всё чаще приобретают жильё в ипотеку. Данная социальная выплата используется в качестве первоначального взноса при оформлении кредита. Как уточнили в Краевом министерстве ЖКХ, в 2022 году в регионе сертификаты получили 260 сирот. На эти цели, благодаря решению губернатора края, было выделено 735 миллионов рублей. Для сравнения, в 2021 году на улучшение жилищных условий детей-сирот было выделено 243 миллиона рублей. По поручению Михаила Дегтярёва, вопрос обеспечения детей-сирот квартирами находится на особом контроле. Практика предоставления жилья за счёт средств краевого бюджета в виде уникального для страны механизма социальной выплаты показала свою высокую эффективность и позволила значительно увеличить численность граждан, обеспеченных жилыми помещениями. Помимо социальной выплаты на приобретение квартиры, для сирот закупаются жильё на вторичном рынке с последующей их передачей, а также строительство нового жилья, пояснила заместитель начальника отдела по управлению Государственным жилищным фондом Елена Родинская. Напомним, что по инициативе главы региона в декабре 2020 года депутаты регионального парламента приняли закон, позволяющий сиротам, которым исполнилось 25 лет, купить жильё на всей территории Хабаровского края за счёт социальной выплаты. В случае необходимости к этой сумме можно добавить собственные сбережения или средства материнского капитала. Кроме того, когда граждане из числа детей-сирот достигают взрослого возраста и получают соответствующие сертификаты, юристы краевого правительства проверяют документы по сделке, чтобы не допустить мошенничества. Решение вопроса обеспечения жильём детей-сирот Михаил Дегтярёв контролирует и лично. Например, в конце прошлого года он проинспектировал квартиры, предназначенные для данной категории граждан в ЖК «Берёзки» города Хабаровска, а также пообщался с будущими новосёлами. Глава региона и потенциальные владельцы внимательно осмотрели предоставленные краем однокомнатные квартиры и оценили их комфорт. Во время объезда глава региона отметил, что одна из главных задач правительства региона – обеспечить этой льготной категории граждан жилыми помещениями. Для её выделения министерством ЖКХ проводятся информационные встречи с сиротами по вопросам предоставления социальных выплат с участием Пенсионного фонда, представителей прокуратуры, кредитных организаций и нотариусов. Всего в прошлом году квартиры в крае получили 460 сирот, вдвое больше, чем в 2021 году. В этом году очередной жилой дом для сирот на 30 квартир сдан в посёлке Хурба. Также в планах на 2023 год на предоставление социальных выплат выделить 301 миллион рублей.